Музыка Привет, меня зовут Андрей, я продюсер проекта Marshall Awards. И сегодня мы хотели бы начать сервис небольших видео, в которых мы будем знакомить вас с игрой и рассказывать какие-то события из жизни разработчиков. А таинственный голос из-за кадра будет задавать вопросы, на которые сегодня я, а в следующий раз и другие участники нашей команды будут стараться честно отвечать. Андрей, привет! Расскажи нам немного подробнее о своем проекте. Marshall Awards — это серия игр, которая берет свое начало с 2009 года, когда первая игра выходила на приставки PlayStation 3. Дальше у игры было несколько реинкарнаций, в том числе актуальная Marshall Wars Space для мобильных платформ iOS и Android. Буквально на днях мы выпустили оригинальную игру Marshall Wars на платформе Steam, и сейчас мы активно ведем разработку Marshall Wars 2 для актуальных приставок, компьютера и в дальнейшем мобильных устройств. Это стратегия в реальном времени, с таким легким налетом казуальности, которая нравится и детям, и женщинам, и хардкорным игрокам, которые играют по ночам в Тоту и в Старкрафт. Спасибо вам за ответ. А что победило команду сделать игру? В самом начале, когда мы собирали команду на Marshall Wars 2, собрались люди, которые уже делали стратегические игры, в принципе, они фанатеют от стратегических игр сами по себе. Кроме того, в эту команду, естественно, выпали разработчики изначальной игры, а те, кто не были разработчиками изначальной игры, они были ее большими фанатами. И тем самым мы, можно сказать, собрали команду фанатов Marshall Wars и начали делать проект. Всегда хотели сделать Marshall Wars 2. Фактически, наверное, сам в тот момент и купился в Marshall Wars 1, потому что не все идеи, очевидно, туда попали, которые хотелось потом в игру добавить. И мы очень рады, что в какой-то момент у нас появилась такая возможность. Спасибо. И в связи с этим следующий вопрос. Что на сегодня является отличительной особенностью вашей игры? Пожалуй, отличительной особенностью нашей игры является ее позиционирование, что это стратегия, которая доступна практически любому игроку, но в то же время она дает определенную глубину геймплея, которая позволяет остаться в ней очень долго, изучать тонкости механики, и она провоцирует честный соревновательный элемент, что мы можем наблюдать по турнирам, которые проходили на мобильном устройстве вот так давно. И мы, кстати, планируем провести турниры и для пока версии игры. Также особенностью является то, что это, пожалуй, единственная стратегия, которая отлично играется с геймпада, и вообще, в принципе, следующее направление уже доказано игрой, что она играется хорошо на PlayStation 3, на мобильных устройствах и, само собой, мышкой на компьютере. Мне кажется, что это основная отличительная особенность игры или сильная сторона. Ужасно интересно. Андрей, расскажи тогда нам, кто эти люди, пиши нам в двух словах свою команду. Как я уже сказал, наша команда — это реально фанаты. Фанаты игры Marshall Wars 2 и фанаты стратегий вообще. А наши художники, ну, по крайней мере, точно знаю, что некоторые из них, являются фанатами грибной тематики в широких смыслах этого слова. Поэтому мы очень круто сплоченно, мне кажется, работаем вместе. И вообще старались, если мы берем каких-то новых людей, то, соответственно, брать только тех, кто знает игру, кто любит игру или кому хочется делать что-то подобное. Сейчас в команде на Marshall Wars работает около 10 человек и еще несколько человек поддерживают оригинальную игру. Мы сможем узнать о них в следующих интервью? Да, потихоньку я думаю, что мы познакомим вас со всеми участниками нашей команды. Например, в следующий раз, я думаю, что мы будем рассказывать про визуальный стиль игры и обязательно пригласим художников. Тогда вопрос, сколько времени вы уже разрабатываете игру? Ну, сейчас в Marshall Wars 2, если брать самое-самое начало, когда мы начали только протетипировать геймплей и делать первые шаги, когда этим проектом занималось буквально 2 человека, и потом по мере развития уже качественная команда увеличилась, ну, чуть больше года на данный момент. И мы планируем выпустить игру на Steam и консолях в конце лета, может быть, в самом начале осени этого года. Соответственно, получится, что общее время разработки будет, ну, где-то месяцев, так, около 20. Андрей, расскажи нам о ближайших планах своих на будущее. Ну, мы с ребятами планируем в начале июня разместить страницу Marshall Wars 2 на Steam. В конце июня начнется закрытое бета-тестирование на Steam, которое будет идти порционно игровыми выходными до начала августа, я думаю. И те, кто играют сейчас уже на Steam в оригинальном Marshall Wars определенно будут иметь возможность и приоритет к доступу в закрытую бету в Marshall Wars 2. А также, естественно, мы планируем выпустить после закрытого протестирования игру. Сейчас, думаю, что конец августа это более-менее реальная дата, в которой мы будем идти в лес. Андрей, и последний у нас вопрос. Почему решили делать игру на Юнице? В принципе, у нас не стояло как такого вопроса выбора движка, наверное. Хотя оригинальную игру мы делали на своем собственном движке, но он к моменту разработки Marshall Wars 2 уже достаточно устарел морально, его было сложно поддерживать и добавляют новые актуальные платформы и технологии. Но у нас уже в команде были ребята, которые доказали себя крутыми специалистами на Юнити. Очевидно, что мы познакомим вас с ними в одном из следующих выпусков. Поэтому такого вопроса не стояло. Мы, в общем-то, знаем еще и ребята с самого Юнити, дружим с ними, поэтому мы решили сделать Юнити. Спасибо огромное за интервью. Спасибо тебе, Тринскому голосу, кадрам. Я думаю, что мы еще увидимся и с вами, те, кто это смотрит. Ставьте лайк, если вам нравится. Субтитры сделал DimaTorzok И смотрите на ссылки в описании. Мне никогда не будут. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...